напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так сколько коробков спичек можно было купить в ссср на 1 рубль в 60-х 80-х годах а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в советском союзе коробка спичек стоила всего одну копейку это значит что на 1 рубль можно было приобрести целых 100 коробков среднее наполнение спичек в спичечной коробочке около 40 штук то есть на 1 рубль можно было сделать около 4000 поджиганий спичек директором какой знаменитой советской парфюмерной фабрики была полина жемчужина полина жемчужина супруга молотова в было директором парфюмерной фабрики новая заря в 1930 32 годах наркомом рыбной промышленности в тридцать девятом году в военные годы была активным участником и одним из организаторов еврейского антифашистского движения в 1948 году была снята со всех должностей самые узнаваемые духи парфюмерной фабрики новая заря красная москва и тет-а-тет как зовут главного героя фильма добро пожаловать или посторонним вход воспрещен добро пожаловать или посторонним вход воспрещен советский художественный фильм режиссера эллима климова в центре сюжета приключения пионера кости иночкина который был исключен из лагеря решением директора дынина чьё имя носил пионерский лагерь артек с 1940 до 1957 года артек носил имя своего основателя соловьёва затем указом президиума верховного совета ссср пионерскому лагерю с 1940 года было присвоено имя молотова курировавшего его в 1957 году накануне сороковой годовщины октябрьской революции артеку было присвоено имя ленина в каком советском фильме александр михайлов сыграл роль павла зубова мужики советский художественный фильм режиссера искры бабич лучший фильм 1982 года по опросу журнала советский экран александр михайлов сыграл роль главного героя павла зубова который спустя много лет приезжает в родную деревню и узнает что у него есть дочь какой разменной монеты не было в обращении в ссср в денежном обращении на территории ссср были разменные монеты номиналом 1 2 3 5 10 15 20 и 50 копеек 25 копеечной монеты в обращении не было почему советский гост по производству мороженого считался самым жестким в мире 12 марта 1941 года был введен гост 114 41 регламентирующий производство мороженого это был один из самых жестких стандартов в мире в отечественном мороженом не допускались консерванты и химические добавки использовалась только натуральное молоко и срок хранения мороженого устанавливался до семи дней какую сумму взял взаймы новосельцев у самохвалова в фильме служебный роман новосельцеву нужны были 20 рублей чтобы купить ботинки для сына уволи денег не оказалось тогда он обратился к самохвалову правда у новосельцева был принцип не брать в долг у вышестоящих но так как юра еще не вступил в должность то у него можно было взять что новосельцев с радостью и сделал сколько в семидесятых восьмидесятых годах стоила знаменитая советская пирожная картошка одно из самых популярных советских лакомств пирожная картошка за 16 копеек внутри был белый бисквит с кремом а снаружи шоколадная обсыпка таким образом десерт был похож на картошку в мундире как звали ворона который фигурировал в сцене возмездие товарищу сахову в кинофильме кавказская пленница в кинофильме кавказская пленница когда эдик с шуриком подошли к окну из которого выпрыгнул товарищ сахов на плечо эдик усел ворон молодой человек сказал ааа гамлет молодец какие советские сигареты имели аромат ментола космос это одна из известных марок сигарет которые выпускались практически всеми крупными табачными производствами ссср одно время было запущено производство этих сигарет с ментолом но этот продукт не пользовался большим спросом у отечественного курильщика к тому же космос с ментолом не смог конкурировать с иностранными аналогичными сигаретами как договорились поделить клад ольга и ее партнеры жулики в фильме невероятные приключения итальянцев в россии когда итальянские жулики и капитан васильев предложили ольги помощь в поиске клада она предложила им за это 30 процентов но они не согласились начали торговаться в итоге договорились поделить сокровище 50 на 50 в каком году была выведена на орбиту космическая станция мир 20 февраля 1986 года на орбиту была выведена знаменитая орбитальная станция мир крупнейшие детище советской космонавтики она просуществовала в космическом пространстве 15 лет к советской орбитальной станции могли пристыкнуть вываться любые модули включая американские шаттла а подвиги какой группы советских патриотов идет речь в знаменитой книге александра бека волоколамское шоссе повесть волоколамское шоссе это одно из центральных произведений в творчестве александра бека повествует о подвиге героев панфиловцев которые сражались немецкими захватчиками под москвой на волоколамском направлении осенью зимой 1941 года что пригрозило отключить варвара сергеевна из бриллиантовой руки если жильцы откажутся покупать лотерейные билеты купив лотерейные билеты варвара сергеевна сказала своему помощнику распространить их среди жильцов на резонный вопрос она ответила а если не будут брать отключим газ кто возьмет билетов по очку тот получит водокачку уверяла управдом варвара сергеевна а почему именно водокачку Когда продавец лотерейных билетов сказал кто билетов купит пачку варвара сергеевна сказала тот получит водокачку почему получит именно водокачку? Переспросил продавец. Мордюкова строго говорит, газеты читать надо. В те годы в Одессе, где снимался фильм, были проблемы с водопроводом, которые в начале 1970-х годов даже привели к вспышке холеры в городе. Поэтому тема собственной личной водокачки, независимой от холерного городского водопровода, была близка горожанам. Именно этот факт и обыграл Гайдай. За сколько в СССР можно было купить кубик Рубика? Самая популярная головоломка среди детей и взрослых – кубик Рубика. Впервые она появилась в СССР в 1981 году, а пик популярности пришелся на 1982-83 годы. Эта игрушка выпускалась рядом советской предприятий и стоила недешево около 4 рублей 50 копеек. Сколько форцовщик уступил Наде Клюевой, в фильме «Самое обаятельное и привлекательное»? Сусанна отвела Надю Клюеву к форцовщику, чтобы приодеть ее по последней моде. После примерки он сказал, что сбросит полтинник на все. Надя удивленно спросила, полтинник – это 50 копеек. Форцовщик улыбаясь сказал, она точно с Урала – 50 рублей. Угадайте по данной отдельной части на фото, что это за советский бытовой прибор. А пока идет отсчет времени поставьте лайк видео. Это электрический пылесос Днепр, 1953 года выпуска. Изготовлен в Днепропетровске, Украинское СССР, на заводе номер 489, сейчас – Днепропетровский агрегатный завод. Это реплика более раннего немецкого пылесоса Progress 7. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Отгадайте, что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется. Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.